Валерия, мама двоих детей, обычно не давала денег на улице просящим. Переводит пожертвования в проверенные фонды. Но пару недель назад не смогла пройти мимо пожилой женщины. Она собирала средства на лечение больной девочки. Выложив пост о ней в социальных сетях, узнала, что совершила ошибку. На что мне ответили, что я очень глупая и недалекая женщина. Эту бабушку знает уже Поларенбурга. Ее видели и на Чайке, и в ЦРБ за несколько дней до этого. В общем, девочки в комментариях мне объяснили, что эта женщина просто мошенница. Валерия не единственная, кто повелся на уловку женщины. Найти информацию о ней оказалось легко. Люди из разных городов делились фотографиями. Каждый раз пенсионерка просила помощи на лечение детей. Фото брала из интернета. Ее неоднократно видели в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новороссийске и в других городах нашей страны. Сейчас я считаю, что нужно просто каждому человеку как можно больше об этом рассказать своим каким-то друзьям, чтобы люди просто не доверяли таким вот сборам. На улицах еще их не так уж и много, на самом деле. Большая часть этих людей обитает в интернете. То есть вот мне приходят каждый день какие-то ссылки, что вот здесь ребенок, тут ребенок, этому помогите, тому помогите. Создают фейковую страницу и как бы собирают деньги на свою карту. Проблема в том, что, понимаете, вот паразитирование на самых светлых чувствах, просто вот жалости к больным детям. Это вот, ну ниже упасть просто невозможно. А женщина пенсионерка, понимаете, она таким экстравагантным способом зарабатывает себе прибавку к пенсии. И у нее нет ни стыда, ни совести. Таких, как она, я считаю, нужно стараться ловить и наказывать в соответствии с уголовным кодексом. Я, честно говоря, эту женщину видела до этого. Вот. И мне почему-то кажется, ну, как вот с точки зрения меня, да, то есть мы столько много про это говорим, и столько много про это везде пишут, везде как бы рассказывают. Мне, конечно, стало удивительно, почему до сих пор люди им верят. Столько уже раз про это все говорили, и люди до сих пор верят им. Мне непонятно, почему. Ну, видимо, они очень хорошо играют. Дозвониться до этой женщины нам не удалось. Все мобильные номера недоступны. Пенсионерка, скорее всего, уже направилась в другой город на заработки. Екатерина Роженко, Максим Морарий, Городской телеканал ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова